Александр Савенко приехал в Анапу почти 40 лет назад. По его словам, найти работу было трудно всегда. Не каждый предприниматель готов был обеспечить место для инвалида и составить график, подходящий под программу реабилитации. Один раз Александру Ивановичу предложили должность техника в 12-м микрорайоне, но ему пришлось отказаться. В реабилитационной карте написано, что ни водителем я не могу работать, ни тяжести, ни круглосуточная работа. Сидеть удобно, не нервничать, не поднимать тяжести. Посменная работа тоже сокращенно должна быть, то есть без нагрузок. На ярмарке вакансия Анапчанин нашел подходящую вакансию – кассир в санатории. Он продолжит общаться с работодателем и, если все сложится удачно, сможет заступить на должность уже весной. В городе-курорте около семи сотен рабочих мест рассчитано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые предприниматели обеспечивают их оборудованием – колясками для передвижения и комфортом мебелью. В остальном вакансии мало отличаются от обычных. Специально созданных рабочих мест для инвалидов как бы нет. Они обычные рабочие места, создаются именно под инвалидов, кого принимают на работу, именно уже под конкретного человека. На сегодняшний день у нас работает такая программа предоставления субсидий работодателям, выпускникам учебных заведений в возрасте от 18 до 44 лет, которые впервые трудоустраиваются на работу. Министерство труда и социального развития возмещает затраты работодателям по заработной плате в течение трех месяцев, как бы в минимальный помброд, плюс уплаченные взносы в фонды. Как говорят работодатели, во время ярмарки пройти собеседование можно на месте. При себе нужно иметь лишь паспорт и рекомендации индивидуальной программы по реабилитации. С центром занятости также сотрудничает Пенсионный фонд, Медико-социальная экспертиза и Управление социальной защиты населения. Они консультируют анапчан и помогают им в оформлении документов. Сегодня на ярмарке вакансии побывали около ста человек. Они оставили свои резюме и будут держать связь с работодателями. Центр занятости проводит ярмарки и в сельских округах, а также сотрудничает с университетами, практикующими дистанционное обучение.